Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Сегодня выпуски вы увидите. В муниципалитете продолжают свою работу мобильные офисы Мособлгаза. Сегодня, я думаю, что люди ушли довольны, они как бы все свои вопросы выяснили. Врач-акушер-гинеколог Видновского перинатального центра готовится отметить юбилей. Так как она мой учитель и мой наставник, мне очень комфортно с ней работать. Школьники сдали нормы ГТО по легкой атлетике. Легкая атлетика в нашем округе, она не сильно развита, и мы стараемся всячески, как бы, вот такими мероприятиями привлечь людей. Если вы увидели в своем районе машину с надписью Мособлгаз, значит, мобильный офис газовой компании приехал к вам, и можно получить консультацию по любым вопросам, связанным с голубым топливом. Ну а в прошедшее воскресенье в течение дня мобильный офис Мособлгаза работал в деревне Малая Володарка. Сотрудники газового хозяйства помогали жителям решить вопросы, связанные с техническим обслуживанием внутридомового газового оборудования, а также слушали жалобы и предложения. У нас была только просто встреча, разъяснительные беседы. И сегодня, я думаю, что люди ушли довольны, они как бы все свои вопросы выяснили. Мы непосредственно заключаем договора, когда уже конкретно идем на адрес, делаем техническое обслуживание газового оборудования, объясняем технику безопасности, обследуем линии газопровода на предмет утечки. Передвижной пункт периодически объезжает весь Ленинский городской округ, поэтому получить необходимую консультацию стало еще удобнее. Сотрудники газового хозяйства также обходят частные и многоквартирные дома для проверки содержания газового оборудования. Если газовщик позвонил в вашу дверь, обязательно пустите. Помните, газ может быть опасен. На днях 70-летний юбилей отметит одна из старейших сотрудниц Видновского перинатального центра. Врач-акушер-гинеколог высшей категории Вера Пальмовская отдала любимой работе более 45 лет. Многие жительницы Ленинского округа знают ее как отзывчивого человека и опытного специалиста. С доктором и ее коллегами пообщался Максим Козлов. Про таких говорят, живет работа. И недавно, выйдя из отпуска, Вера Павловна Пальмовская тут же погружается в гущу событий, которые непрерывно происходят в стенах Видновского перинатального центра. Мне очень повезло, потому как действительно очень хороший коллектив, который стремится все время к чему-то новому, к новым методикам, все это освоить. Все делается для того, чтобы как можно лучше обеспечить медицинскую помощь нашим пациентам. За 46 лет работы Вера Павловна была доктором женской консультации, заведующей родильным отделением, заместителем главного врача, имеет массу профессиональных наград и с удовольствием делится опытом с коллегами. Так как она мой учитель и мой наставник, мне очень комфортно с ней работать. Мы периодически звоним Вере Павловне, она нам звонит. Вместе решаем вопросы, смотрим каких-то сложных пациентов, планируем дату госпитализации, как их дальше вести. В ее кабинет приходят пациентки со сложными патологиями. Только в прошлом году она проконсультировала более двух тысяч человек. И всегда она находит слова, чтобы убедить будущую маму, все будет хорошо. Вера Павловна очень добрая, отзывчивая специалист, и на встречу я с ней. К ней спешу с улыбкой, с удовольствием всегда. Она всегда дает дельные советы, подсказывает, все разъясняет, что мне непонятно. Ухожу с спокойной душой за ее кабинетом. По мнению Веры Павловны, именно в ее работе заложен и секрет профессионального долголетия, здоровья, красоты и хорошего самочувствия. А кушетке Николы все хорошо выглядят, несмотря на наши годы. Потому как мы каждый день сталкиваемся с тем, что рождается ребенок, это счастье. Мы видим счастливые глаза мамы и папы. Сейчас много у нас партнерских родов. Раньше в перинатальном центре трудился и муж Веры Пальмовской. Вячеслав Николаевич недавно ушел на пенсию. А коллеги и начальство надеются, что Вера Павловна все же еще поработает. Хочется пожелать Вере Павловне здоровья, благополучия, долголетия, бодрости и желания работать в Ведновском перинатальном центре настолько долго, насколько она сможет. Сотрудники телеканала «Видное ТВ» присоединяются к пожеланиям и тоже поздравляют Веру Павловну с 70-летним юбилеем. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. «Видное ТВ». Безгранична фантазия у людей старшего поколения. И если в молодости времени ни на что не хватало, вырастив детей и выйдя на пенсию, они с удовольствием начинают заниматься творчеством. В мастерской «Стрекоза», которая находится во Дворце культуры «Видное», участницы клуба «Активное долголетие» могут научиться создавать шедевры из самых разных материалов, а также давать вторую жизнь старым вещам. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. На большом столе разложены обрезки тканей, разноцветные ленты, нитки и иголки. Все это нужно для украшения женской шляпки. Сегодня в творческой мастерской «Стрекоза» участники активного долголетия занимаются декорированием. Мы из старых вещей делаем новые вещи, не меняя их сущность. Если это шляпа, мы даем ей новую жизнь, и она остается шляпой, и мы ее будем носить. После выхода на пенсию появляется много свободного времени. Чем заняться, когда дети выросли, а работа осталась позади? Можно уделить время своему развитию и рукоделию. В этом хорошо помогает клуб «Активное долголетие». Участницам творческой мастерской нравятся уроки Елены Климашиной. Мне нравится ее задор, мне нравится ее профессионализм, и мне нравится вот эта атмосфера, которую она создает. Это очень безумно приятно, безумно здорово. И я каждый день жду вторника, когда же начнется занятие, потому что я бегу с превеликим удовольствием. По молодости другие были интересы. Учеба, работа, дети, внуки. Ну, сейчас вот как бы все устоялось. Вот заниматься чем-то интересным, чтобы не сидеть дома. Участницы проекта приходят не только для воплощения креативных идей, но и для общения в творческом кругу. Это занятие подошло к концу. Самое время примерить готовые шляпки. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На стадионе «Металлург» прошло тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Нормативы по легкой атлетике сдавали учащиеся видновских школ в возрасте от 6 до 15 лет. Что нужно, чтобы добежать до золота, выясняла Наталья Буслаева. Кто самый быстрый и выносливый, показали результаты сдачи ГТО. Тестирование по легкой атлетике для школьников было организовано на стадионе «Металлург». Легкая атлетика в нашем округе не сильно развита, и мы стараемся всячески такими мероприятиями привлечь людей к нашим соревнованиям, к здоровому образу жизни, к физической культуре и спорту. Тестирование прошли более 60 ребят из образовательных учреждений и спортивных секций округа. «Я уже сдавала ГТО, и мама была подписана на ГТО, и она услышала, там рассказали, что будет такой забег». «Я посоветовала, я отслеживала, я знаю, что ГТО – это интересное мероприятие, что оно полезное во всех смыслах и для здоровья, и для дальнейшего поступления. Я бы хотела, чтобы она каждый год сдавала и вовлекалась в это. Может быть, действительно это сделает в дальнейшем ее спортивную карьеру». Попробовать свои силы в легкой атлетике решила Ярослава Сиганова. Девочка почти 8 лет занимается баскетболом, по чутким руководствам своей мамы – учителя физкультуры. Ежедневные тренировки стали отличной подготовкой к забегу. «Мы бегаем площадки, упражнения, на скорость делаем. Летом на тренировках мы в лесу бегали кросс по 3, по 6, по 9 километров». «Бегала, поскольку получалось неплохо длинная дистанция, решили. И дочка сама предложила ему, да, попробуй полторы тысячи пробежать на время здесь уже. У нее есть целеустремленность, да, и характер спортивный». Конечно, родители стали главной поддержкой мальчишек и девчонок в сдаче совсем нелегкого спортивного экзамена. «И сын занимается уже два года легкой атлетикой. Спорт занимает большое место в нашей жизни. Мы очень рады и благодарны нашему тренеру за то, что она помогает нам быть здоровыми. Действительно, это большой вклад в здоровье, в хорошее настроение, в успехе в учебе». Ребятам необходимо было преодолеть короткую дистанцию на 30 метров и длинную на 2 километра. По итогам состязаний все участники получили медали и дипломы в своих возрастных категориях. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. На сегодня новостей больше нет. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова